МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру в студии Марина Леичук. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Зауралья встретился с профсоюзами Курганской области. В ходе беседы Алексей Кокорин высказал свою точку зрения по поводу предстоящей реформы местного самоуправления, качества дорог, а также ответил на текущие вопросы. Алексей Кокорин перед встречей был готов ответить на все вопросы профсоюзного актива. По его словам, встреча должна пройти максимально плодотворно и эффективно. Я убежден, что мы сейчас, пообщавшись с ними, найдем конструктивное решение этих вопросов. Ну и это плановая встреча с общественными организациями. Знаете, что я уже встречался и с городским советом ветеранов, и с областным советом ветеранов. И сегодня с руководителем профсоюзных организаций. То есть чисто плановая встреча с общественностью. Вопросы обсуждались самые разные. Качество автомобильных дорог, рациональное распределение бюджетных средств, процесс формирования сельских поселений. По мнению Алексея Кокорина, в отдаленных деревнях ликвидировать местное самоуправление нельзя, а вот поселения, расположенные вблизи городов, можно присоединить к городским округам. По мнению Алексея Кокорина, в отдаленных деревнях ликвидировать местное самоуправление нельзя, а вот поселения, расположенные вблизи городов, можно присоединить к городским округам. Глава региона также подробно остановился на теме деления кургана на внутригородские районы и выступил против этого процесса. Такое предложение поступило от Совета Федерации. По словам Алексея Кокорина, реформа в этой части должна применяться к мегаполисам, а не к маленьким городам, как наш. Заслушав все предложения и комментарии профсоюзов, глава за Уралья пообещал рассмотреть все вопросы, а также чаще организовывать подобные встречи. За вами стоят большие коллективы. Я думаю, что вы все эти вопросы, которые волнуют работающих в ваших профсоюзных организациях, знаете, их озвучите. И мы будем реально представлять те проблемные вопросы, ту проблемную ситуацию, которая на сегодняшний день существует и поможет нам вместе с вами разрешить те иные вопросы. Михаил Белокрылов, Никита Мухин, Александр Немков. Информационное агентство Курганру. В Курганской области началась весенняя призывная кампания. Сколько зауральцев отправятся отдавать долг родине этой весной, узнаете из сюжета. Нововведений в этой призывной кампании много. Одним из них стал электронный паспорт призывника. Пластиковая карта будет содержать персональные данные проходящего военную службу. Выпускается она на госзнаки и имеет порядка восьми степеней защиты. В перспективе электронный паспорт военнослужащего должен заменить как военный билет, так и удостоверение личности офицера. На военную службу отправится 1150 юношей. Каждому призывнику выдадут банковскую карту, на которую будет перечисляться денежное довольствие. А также сим-карту с пакетом бесплатных СМС, чтобы будущий солдат смог переписываться с родными и близкими. Также в этом году будет проводиться набор в научные учебные роты. Конкурс пройдет среди студентов, имеющих научные звания или работы. По данным начальника пункта отбора на службу по контракту Владимира Копьева, за три месяца этого года около 600 зауральцев отправились служить на контрактной основе. Денежное довольствие военнослужащего, рядового, первый тарифный разряд составляет 20 тысяч. Естественно, младший сержант, пятый тарифный разряд, составляет денежное довольствие около 30 тысяч. На 1 апреля на учете в военкомате Кургана состоят 212 граждан, подлежащих призыву, но уклоняющихся от службы в армии. 38 из них официально признаны уклонистами. Им грозит наказание до двух лет лишения свободы. В течение всей призывной кампании в Кургане будет работать горячая линия военного комиссариата. Сотрудники справочного консультационного центра готовы ответить на вопросы призывников и их родителей ежедневно с 8 утра до 5 вечера по телефону 490718. Марина Богатырева, Никита Мухин, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру. В Зауралии продолжается месяц чистоты, объявленный главой региона. Курганское региональное отделение молодежной организации «Российские студенческие отряды» выступило с нерзативой принять активное участие в очистке территории. Силами ребят уже приведены в надлежащий вид несколько районов Кургана. А 10 апреля отряды губернатора навели чистоту на набережной Табола и Кировском пляже. Волонтеры собрали более 70 мешков мусора. Недалеко от летнего места отдыха обнаружилась несанкционированная свалка. В Кургане проходит турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Николая Парышева. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Греко-римская борьба. Именно в этом виде спорта нашей области когда-то не было равных. Курганские спортсмены не раз завоевывали призовые места и становились чемпионами мира. С каждым годом греко-римская борьба становится все более популярна. Об этом говорит количество спортсменов, которые приехали на турнир в Курган. В этом году на пятый турнир приехало рекордное количество участников. 400, если точно, не могу сказать, 480 человек. Поэтому нам предстоит очень трудная и тяжелая работа. Борцы не то что суеверные люди, но мы не загадываем наперед, потому что ковер круглый. Кто победит, тот победит. Победит сильнейший. Турнир является одним из крупнейших проводимых в Курганской области и ежегодно собирает сильнейший состав участников. В этом году мемориал Парышева юбилейный и проходит в пятый раз. В торжественном открытии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Алексей Кокорин. Есть то самое патриотическое воспитание, когда на конкретном примере конкретного человека, я имею ввиду Николая Васильевича Парышева, мы воспитываем молодое подрастающее поколение. И мы приняли такое решение, что в самое ближайшее время будет учрежден и турнир в честь памяти Вадима Федоровича Корбенко. Я думаю, что это будет справедливо. По жизни они оба были друзьями, приятелями и пусть светлая память будет этим замечательным людям. Курганскую область на турнире представляет более сотни борцов. Всего будут разыграны 33 комплекта наград в трех возрастных группах. Младшие юноши, юноши старшие и взрослая категория спортсменов. С каждым годом эти соревнования все больше популярны. Я думаю, замечательно, что большее количество спортсменов приезжает в наш город. И надеюсь, что и в дальнейшем наш город станет определенным центром спортивной жизни. Елена Шевкунова, Александр Менчиков, информационное агентство Курганру. Уже в воскресенье 13 апреля состоится кастинг участниц номинации «Краса Курганру». Какие эмоции испытывают прецедентки на главное звание городской красавицы, выясняла Кристина Пестерева. Нельзя войти в одну реку дважды, так сказал в свое время один умный грек. А вот некоторые курганские красавицы решили опровергнуть эту аксиому. Валерия Горных стала завсегдатаем на кастингах проекта в Курганру. И, естественно, девушка не могла пропустить новый сезон конкурса красоты. Чтобы продвигаться, чтобы не стоять на месте. Во-первых, это интересно, это здорово. Получать комплименты, тебе показывают по телевизору. Это прекрасно. Стальной характер этой девушки в прошлом сезоне проекта было видно невооруженным глазом. Она смогла изменить себя, усовершенствовала свою фигуру. Ведь руководители проекта предъявляли к внешним данным конкурсантов довольно жесткие требования. К тому же на съемках в купальнике нужно было выглядеть идеально. В том году я пришла не в подходящей, так сказать, фигуре до идеала. Но, тем не менее, я со своим пробивным характером, я так считаю, я дошла до финала. И это нисколько не мешает. Если ты целеустремленная, активная, то тебе открыты все дороги. Целеустремленная и активная Аня – финалистка проекта «Выбери себе погоду». На этот раз она решила сменить амплуа и перекочевать из разряда желающих стать телеведущими в разряд первых красавиц Кургана. Я иду на кастинг, потому что мне безумно нравится атмосфера всех проектов Курган.ру. Ну и, конечно же, я хочу, чтобы меня заметили и в будущем пригласили вести, например, какую-нибудь передачу. За время участия в первом проекте Аня поняла, что для победы одной красоты недостаточно. Мне кажется, тут уже обычные танцы, песни как-то приелись. Поэтому нужно удивлять чем-нибудь оригинальным, особенным, чего еще не было. Я хочу сделать творческий номер не сколько показать себя, сколько взаимодействовать с самими судьями. Творческий номер каждой участницы – это визитная карточка, по которой красавицу будут узнавать не только жюри, но и весь Курган. А в случае победы на нашем конкурсе узнает и вся страна. Напомню, победительница едет на красу России, чтобы достойно представить Курганскую область. В народе говорят, снаряд дважды в одну воронку не падает. Но, может быть, на этот раз повезет тем, кто уже набрался боевого опыта в предыдущих проектах. А может, корону получит девушка, которая первый раз переступит порог конкурса «Краса Курган.ру». В любом случае, мы желаем всем участницам удачи и ждем на кастинге 13 апреля. Кристина Пестерева, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру». Это все новости на сегодня. Эфир продолжит программа «Парламентская неделя» и очередной выпуск проекта «Топ-модель по-детски». Я же с вами прощаюсь и хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Юрист ДТП-24 возьмет на себя решение всех вопросов по ДТП. Опыт, индивидуальный подход к клиенту, большой процент выигранных дел. Мы добьемся результата. Прима Пицца. Вкусная и быстрая доставка пиццы. Телефон доставки 44-69-44. Звони прямо сейчас. Сайт пиццаревизприма.ру Мегабаза. Приезжай на Мегабазу. Покупаешь все и сразу. Мегабаза. Улица Некрасова, 15А. Запчасти и аксессуары по хорошим ценам. В наличии и на заказ. В короткие сроки. Магазин «Автомир-45». Надежный партнер вашего автомобиля. Дзержинского 68. Невежина 1. Магазин «Маленького счастья». Савельева 56. Встречайте новый «Телесейм». Читайте в новом номере журнала «Телесейм». Али Пугачевой 65. Все секреты жизни Примадонны. Как узнать свой биологический возраст. Лунный календарь дачника. Новый номер «Телесейм» в продаже со среды 9 апреля. Покупайте «Телесейм» в магазинах «Метрополис», «Магнит» и в сети «Ното». Пришла на улице весна. Реклама снова всем нужна. Эффект умножить вас в 100 раз. Двухдневным бонусом прокат. Подробности узнавайте на точках приема рекламы. Внимание! В «Аквилоне» новая коллекция солнцезащитных очков. Цены от 300 рублей. Салон оптики «Аквилон». Кирова 79. Народное голосование на сайте kurgan.ru началось. Не упусти свой шанс решить судьбу, красавец. Официальный партнер проекта – сеть главных обувных магазинов города Кургана. В эфире «Парламентская неделя». В студии Елена Шевкнова. Здравствуйте. Апрель этого года – юбилейный для Курганской областной думы. Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную 20-летию. Своими воспоминаниями о работе думы третьего созыва делится ее председатель Валерий Пономарев. В марте 2000 года мы все избрали Владимира Владимировича Путина президентом России. И он сразу поставил перед законодательными органами одну важную проблему. Это обеспечить единое правовое пространство всей нашей страны. Это была задача для депутатов во время всего периода третьего созыва. И я скажу, что депутаты справились с этой задачей и привели все наши принятые законы. И в первом, и во втором созыве, и в третьем уже в соответствии с федеральными. Программа продолжит обзор работы апрельских комитетов. На комитете по социальной политике парламентарии обсудили ход исполнения закона о дополнительных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому развитию детей. В защите их здоровья, а также нравственного и духовного развития. Заслушав информацию правительства области, депутаты внесли замечания по улучшению мер и предложили обратить особое внимание на студентов профучреждений. В районах тоже ситуация по-разному складывается. И вот эта молодежь, она сконцентрирована сегодня в этих учреждениях. Она сконцентрирована, хотим мы, не хотим. И в районах, и в углу, там проще. И зачастую вот отсюда, с этой концентрированной площадкой выходят все эти люди. На комитете по экономической политике депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона, направленный на снятие административных барьеров для застройщиков при строительстве или реконструкции объектов. Председатель комитета Евгений Кофеев отметил, что законопроект позволит сократить затраты и время на проведение соответствующих работ и в целом будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона. Многие парламентарии уделяют особое внимание развитию промышленных предприятий и малого бизнеса в районах области. К ним относится и депутат Курганской областной думы Сергей Князев. Он считает, что именно от уровня развития промышленности региона будет зависеть наполняемость бюджета за Уралье. Заместителю председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению и члену аграрного комитета Курганской областной думы Сергею Князеву не понаслышке знакомы проблемы малого бизнеса и промышленности в районах области. Депутат частый гость на предприятиях Каргопольского района. Одним из таких является завод керамических материалов в селе Брылино. Каргопольский район представлен многими предприятиями промышленности. И она как бы расширена на такие отрасли. Вот строя индустрия на сегодня у нас лидер производства. Это Брылинский кирпичный завод. Всем предприятий, которые работают по переработке древесины. Представлен Каргопольский машиностроительный завод, который набирая обороты работает и наращивает объемы производства, выпуска товарной продукции. Основной продукцией завода является кирпич, который изготавливает без примесей добавок из экологически чистых глин Каргопольской земли. Технологический процесс производства полностью автоматизирован благодаря применению микропроцессной техники и компьютизированных систем. Брылинские кирпичи полностью соответствуют всем стандартам. И несмотря на удаленность от областного центра, пользуются спросом на рынки. По глине мы получили уже всю документацию необходимую для вскрытия и разработки. И в этом году начнем новое разрабатывать месторождение и заготовки сырья. По словам руководителя завода, производство налажено и проблем со сбытом продукции нет. А вот нехватка специализированных кадров на селе имеет место быть. Основной причиной является отсутствие ведомственного жилья и отток молодежи из близлежащих деревень. Приятно быть вот на этом предприятии, потому что мы прошли и увидели вот именно современные технологии, где полностью автомизирован процесс, где созданы условия для людей, имеется в виду на производстве. Нам это немаловажно. Сергей Князев также считает, что молодежь необходимо стимулировать различными социальными гарантиями, чтобы она после окончания вузов и СУЗов оставалась на селе. А создание условий для развития отрасли позволит обустроить данные территории, улучшить жизнедеятельность людей. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Совсем недавно природа подарила человеку колоновидную яблоню. Колоновидные яблони практически не имеют боковых веток. Плоды созревают непосредственно на стволе дерева. Новейшие сорта вступают в плодоношение в год после посадки и сразу могут дать до полутора килограммов плодов. В последующие более десяти килограммов с одного дерева. Высота десятилетнего растения не превышает двух с половиной метров. Наиболее выдающиеся сорта – это сорт «Валюта». Плоды больше средних размеров – 120-140-граммовые, светло-малиновые аппетитные окраски. Обладают отличными вкусовыми качествами. Московское ожерелье – осенний сорт крупных 150-170-граммовых красивейших яблок темно-красного цвета с блестящей кожицей. Самый вкусный и красивый сорт колоновидной яблони на сегодняшний день. Президент – летний сорт. Отличные вкусовые качества дополняются высокой урожайностью. Садовая фирма «Виктория» проводит выставку-продажу новейших сортов колоновидных яблонь. С 11 по 13 апреля в ДК «Железнодорожников». Площадь Слосмана – 52. Поганру представляет. Впервые в Кургане. Международный проект «Топ-модель по-детски». Официальный партнер проекта – магазин «Маленького счастья». Самые красивые девочки живут в Кургане. Эта фраза может показаться голословной и самонадеянной, но... Кастинг-реалити-шоу «Топ-модель по-детски» наглядно подтверждает истинность данного суждения. «Топ-модель по-детски» «Топ-модель по-детски». «Под полям бегут кучи, по дорогам лужи. Скоро выйдут муравьи, посидимы стужатся. Пробирается медведь сквозь весной валежник. Ставят птицы песни петь, и разъел под снег». «Я сегодня, как звездателли экрана, выступаю перед вами в роли новой. С удовольствием учусь в четвертом классе 38-й моей любимой школы. Потому что ее мир для нас прекрасен. Здесь учеба и веселые приколы. А еще люблю различные поделки. Я со степером их делаю и скотчем. Получаются игрушки и стателки. Симпатичный техник. И очень-очень. Жанна, я хочу отметить, я думаю, что это наш с тобой конкурент пришел. Прочитать два листа без запинки – это дорогого стоит. Ты играешь на скрипке? Да. Где же скрипка, Йоля? Вы сыграете? Вот скрипку надо было взять. Надеюсь, что она не расстроена. С кем хотели бы стать? Я бы хотела стать актрисой. Ой, какая актриса. А почему актрисой? Потому что они могут сыграть любую роль, и они очень красивые. Актрисы, актеры должны обладать таким даром перевоплощения. Да? Согласны со мной? Да. Видеть себя в определенных обстоятельствах и уметь доказать это зрителю так, чтобы зритель поверил в то, что вы изображаете на экране. Представьте себе, что вы бабочка. Порхайте. Порхайте. Хорошо. А теперь покажите мне, пожалуйста, такую эмоцию, как испуг. Спасибо. Ну, в общем, и в целом, и удалось. Я обычная, как все девочки. Люблю долго гулять, играть. Еще играю на плейте, на фортепиано и занимаюсь балетом. Я люблю создавать одежду. Может быть, когда я вырасту, я стану модельером. И участие в этом конкурсе поможет мне лучше узнать эту профессию. Какую одежду вы создаете или хотите создавать? Ну, по моим чертежам... О, как. ...ля меня шито платье на выпускной из садика. Вы сегодня богиня? Ну, да. Ну, да. А какая? Не думали? Акродита будете. Назначаем. Назначаем, да. Отбросьте все сомнения и строго не судите. Зовут меня Валерия, я солнышко в зиме. Я умница, красавица и нет милей меня. Надеюсь, вам понравится и удивит, друзья. Учусь в четвертом В-классе. Грызу на угранит. И что-то, кто образован, вершины покорит. Люблю я очень рисовать цветочки, бабочки и солнце. Обожаю танцевать. Посещаю и пассейн, ведь спорт всегда нам нужен. Зимой катаешь на икальках, а летом ролики заменят. Глядите, я достойна. Я очень люблю фотографироваться и люблю фотографировать своих друзей, своего кота. Люблю создавать образы разные. Я учусь играть на бас-гитаре. И очень люблю рисовать мультяшных героев. Моя победа будет доставаться не только мне. В первую очередь, это, конечно, моим родным и близким. Моим друзьям, которые поддерживали меня. Моим учителям. Всем. В общем, Оскар вам надо. Всем. Разрешаться на всех. Вы молодец. Сонечка, почему моделью хочешь быть? Потому что победить в Куркурсе хочу. И будь как твоя сестренка, да? Да. То есть, Куркурсе. Да? Угу. Стараться будешь? Будешь стараться. А что ты умеешь делать? Петь, танцевать. Я занимаюсь художественной гимнастикой. Могу танцевать. Сделать колесо. И кучу попасть в складочку. Я на конкурс красоты. Вы спросите, а кто же ты? Меня Алиною зовут. Надеюсь, что меня здесь ждут. Умею петь и рисовать. По дому маме помогать. Еще умею вышивать. Цветы на датчик поливать. И можно не напоминать. Учу уроки я на пять. Надеюсь, удивлю вас всех. Мы тоже надеемся. А о своих качествах я хочу рассказать в стихах. Я девчонка хоть куда. Маме помогаю. В своей комнате всегда чисто убираю. Я красивая и мила. В меру я упитана. А соседи говорят хорошо воспитана. На гитаре я играю. С колу очень я люблю. И с подружками гуляю. Если нужно, помогу. Вот стою я перед вами. Платица красива. Оцените меня сами дружным коллективом. Спасибо. Молодец, Аля. Узнать прошла ли ваша дочь, сестра, подружка, внучка. На следующий уровень соревнования можно, следя за нашими новостями в эфире канала Курганру и на сайте в разделе конкурса «Ближайшие дни». And if I... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Валерий Агодных. Спонсор прогноза погоды – новый фирменный обувной салон «Калипсо» по улице Ленина 6 в торговом центре «Долина Фараонов». Стильная и модная авторская коллекция обуви «Весна-лето 2014» подчеркивает женский силуэт и элегантность линий, делает девушку восхитительной и отражает ее индивидуальность. А яркие и изящные аксессуары прекрасно дополняют образ любой женщины. Классические и дизайнерские модели обуви для мужчин. Еще один наш спонсор – медицинский центр «Здоровье». Приглашают в новое комфортабельное здание по адресу 1 мая 21 дробь 1. Медицинский центр «Здоровье» – это 45 специальностей. Стоматология, отериноларингология, ультразвуковая диагностика всех направлений, аллергология и иммунология, неврология и решение проблем головной боли у детей и подростков, хирургия, лечебная физкультура и спортивная медицина. Внимание! Спортивная медицина! Звоните по телефону 48 58 00. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу через Урал пройдет довольно погожий антициклон. Тем не менее, несмотря на малооблачную погоду и отступление холода, температурный режим останется пока на 4-6 градусов ниже своей климатической нормы. В Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге от плюс 3 до 5, без существенных осадков. В Кургане ночью переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый, температура воздуха минус 7-9. Днем в Кургане солнечно и сухо, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, температура воздуха плюс 2-4. Атмосферное давление будет слабо расти. 12 апреля солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Воровство пресечено. Плохая дисциплина устранена. Няня под наблюдением. Имущество под контролем. Соседи не беспокоят. Курьер Сателлайт. Системы видеонаблюдения. Много задач, одно решение. Чудо-лопата. Садово-огородный рыхлитель Крот. Предназначен для перекопки земли с одновременным рыхлением. При этом плодородный слой почвы остается сверху. Сорняки выкапываются целиком. Ширина перекопки до 55 сантиметров. Всего за 1 999 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Акция только в апреле. Закажи чудо-лопату Крот и получи ручной садовый ямобур в подарок. Субтитры сделал DimaTorzok